Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, приветствуем всех, кто настроился на волны Русского Радио в пятницу. Это особо приятная история. Правда, Света Казаринова? Правда, Алла Довлатова. А уж накануне 23 февраля как приятно. Действительно, завтра же 23 февраля. Накануне 23 февраля у нас чудесный совершенно гость. Я бы так представила этого человека. Человек, который сделал Светлану Лободу. Человек, который сделал самую популярную программу последних нескольких лет нашего фундаментального телевидения «Орел и Решка». Человек, который вернул Аллу Пугачеву на сцену. И это все продюсер Наталья Крапивина. Наташа, здрасте. Нателла, прости, Нателла. Да, это очень важно. Ну, я по-нашинскому, понимаешь, по-нашинскому. Ну, нет, нет. По-нашинскому в переводе с грузинского Нателла звонит Сумана. Ладно, это не Наталья. Нет, это не Наталья. В переводе с грузинского это там, где светло. Потрясающе, очень красиво. Микрофон. Так, сейчас я выстрою микрофон. Надо выстроить микрофон, надо надеть на меня наушники по-человечески. Я вообще без наушников сижу, чтобы не портить прическу. А, круто. Тогда я тоже буду без наушников. У нас для этого есть Свет Казаринова, который контролирует, чтобы у нас был чистый звук. Который периодически машет вам руками. Говорите в микрофон. Поэтому, конечно, было бы классно, если вы себя слышали. Просто микрофон где-то на сантиметров 20 выше меня расположен. Поэтому мне приходится дотягивать. Друзья, все, кто смотрит нас в Ютьюбе, вы сегодня узнаете несколько больше, нежели те, кто слушает нас по радио. Нет, так у тебя ничего не получится. Он направленный. На тебя должна смотреть вот этот зеленый. Вот этот вот. Нет, твой зеленый квадратик. Вот так. Нет. Вот он. Отлично. Настроили микрофон продюсеров. Так, ну, хочется, конечно, поговорить о приятном. Сразу начать. Это концерты. Их у вас сейчас со Светой много. Какие-то истории, казусы, шокирующие подробности, которые происходили на концертах. Может быть, просто что-то было смешное. Ну, конечно. Слушайте, но... Мы не будем вспоминать, когда ей бедненько стало плохо. Нет, на самом деле, я хотела сказать, что мне кажется, что столько казусов, столько смешного и страшного одновременно, сколько происходит у нас на концертах, мне кажется, ни у кого вообще не происходит. Вот. Потому что, ну, действительно, все очень экстремально. Потому что мы, девушки такие, ну, нам нравится все делать вот прям до последней, до последней ноты, скажем так. Вот. И поэтому мы себя совершенно в этом смысле не жалеем. И, конечно же, люди, которые ищут приключения, они их обязательно находят. 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 Да, поэтому я могу сказать, что в том шоу «Суперстар», которое мы сейчас провели благополучно три дня в Крокусе и потом показали его в Ледовом дворце в Петербурге, само по себе шоу, концептуально, это один сплошной экстрим. Поэтому, если я начну рассказывать про репетиционные процессы, про те... Нет, нет, нет. Про те казусы. Про те казусы. Но там, на самом деле, все настолько весело и интересно, потому что, когда у тебя сцена – это трансформер, это абсолютно подвижная конструкция вся. Вы представляете, какое количество там происходит, когда один человек зашел под какую-то плоскость и не вышел оттуда больше, да, например, и ты его ищешь там... И это все ты сама придумала? Ну, я придумала, конечно, концепт сама, озвучила идею художнику-постановщику, он это нарисовал, и потом уже огромная просто команда людей все это воплощала. Сейчас мы будем слушать песню, а, может быть, о чем-то в Ютьюбе вы узнаете эксклюзивно. Это да, смотрите Ютьюб. Слушай, сейчас мы двигаем немножко в сторону микрофон, потому что иначе перекроет вот эта твоя камера. И спокойненько продолжаем, хорошо. Значит, по поводу... Вообще... По поводу концертов, казусов и так далее? Да. Ну, это все на самом деле такой рабочий процесс, правда. Ничего... Естественного, да. Супер это после концерта, когда дожмоги-музыки. А ты сказала, что мы же можем поговорить про ребенка, хотя бы здесь, в Ютьюбе? Да, конечно, пожалуйста, давайте говорить про ребенка про Светлане, но вообще вполне. Но это было все равно с твоего разрешения? Она тебе пришла, сказала? Нет, конечно, у меня никто не спрашивает разрешения. Нет, ну как? Ну вот она не пришла и сказала, что я хочу завести ребенка. Или это произошло... Да нет, конечно, она просто... Это произошло, и как бы... Мы взрослые девочки, у нас у меня тоже тоже. Она поделилась со мной просто радостью, как... Ну, я не просто продюсер Светланы, друг, и поэтому... Ну, я была, наверное, одной из первых, наряду с ее мамой. Кто об этом узнал? Да, кто об этом узнал. Поэтому, нет, ну, конечно, мы со Светой вынуждены были принимать ряд непростых решений, когда об этом узнали. Пришлось перекраивать график, который уже был сформирован. Пришлось там, ну, очень много всего переформатировать по выходу песен, там, каких-то клипов и так далее. Ну, то есть это все пришлось... Но, слушайте, когда с женщиной, с артисткой случается такое событие, это больше, чем когда это случается с обычной женщиной. Потому что я считаю, что вообще любой ребенок, это просто самая наивысшая степень благодати и просто какого-то благословения Божьего. Потому что я сама, например, я ужасно мечтаю о втором ребенке. А у тебя сколько первому? У меня уже 16 будет в этом году. Парам. И я очень хочу. И если бы сегодня... Добро пожаловать, большой, конечно. Да, если бы сегодня у меня, скажем, была другая личная ситуация, я могла себе просто позволить родить ребенка. Потому что для меня это, к сожалению, вот у спустойщика консервативный человек. Я считаю, что дети должны быть рождены в любви, в отношениях и так далее. Вот. Я с тобой не согласна. Да? Категорически у меня второй ребенок, у меня бы такая была потребность, я была одинока. И у меня... Ну, как одиноком? У меня был официально муж. Да. Но мы жили в разных городах, и у нас уже были отношения такие сестры и брать. Да, да. Вот. А у меня просто вот так вот, с ножом в горло. Мне прям вот хотел с мальчик. Вот мне казалось, что я... Я тоже очень хочу сейчас мальчик. Я столько я была, вот как женщина, может быть, я... А сколько лет, простите, я была? Ой, мне было мало, мне было 29 лет. Я родила, и мне было 30. Но я здесь жила на тот момент 5 лет одна. Вообще одна. У меня же все в Питере. И я так переехала с дочкой, с дочкой на тот момент исполнилось как раз... Нет, вру, я здесь жила 4 года, я переехала с ней, и выгодит. И мы с тобой приехали. Ну, нянька с нами, женщина. И вот как ты знаешь, я была настолько обездолена как женщина, что мне именно хотелось, вот чтобы у меня был мужчина. Вот мне казалось, даже пускай он будет такой маленький, но мне казалось, что это будет тот самый мужчина. И я прям приняла решение и забеременела, и даже мужа ничего не говорила, об этом не узнала, когда я попала в больницу в 5 месяцев, все сразу в руки душа. Мы с ней в результате не развелись на тот момент, но развелись через 2 года все равно. То есть я фактически рожала для себя. Поэтому я... Я думаю, что в определенный момент, конечно, я тоже сейчас... Просто у меня сейчас такой ритм жизни, и у меня сейчас такое колоссальное количество проектов, даже там часть связанная со светом, часть связанная не со светом. У меня просто распирает. И я понимаю, что я должна этому тоже все отдать, потому что слишком большая у меня была концентрация исключительно на свете последние годы. Потому что у нас были цели, задачи, и, в принципе, мы их достигли во многом. А сейчас я хочу, конечно, просто и туда, и туда, и туда. Я знаю, что я могу прям вот как огромное дерево разрастаться в разных направлениях. И я хочу этим позаниматься. Мне нужно еще 2-3 года, а дальше... Кстати, между прочим, я вспомнила еще. Вот моя личная история. У меня ребенок, вот сын, привел за собой в результате у него. Ему было 2 года. Мы знакомились с человеком, и он с ним встретился прямо у них сразу с первого взгляда. Но я еще его так не воспринимала, он совершенно не вспоминал. Ну, тогда я была далека от этого. Вот. И вот у них случилось. То есть, фактически, вот как будто бы вот оттуда принято. Ну, я настолько в этом смысле фаталист. Я считаю, что вот если по судьбе тебе дано, обязательно нужно делать для этого... И очень важно об этом думать. Вот если ты уже думаешь об этом, у тебя это обязательно случится. Произойдется. Да. И, конечно, ну, я слежу за своим образом жизни. Я себя не растрачиваю в плане, там, я не веду... Я веду очень здоровую жизнь. Я за собой слежу, я понимаю, как мне себя сохранить, для того, чтобы, условно, там, мне 37 лет будет в этом году. Ну, что, у меня еще года 3 точно есть. А потом я могу это сделать. Потому что, ну, я понимаю, что моя физиология и, в принципе, генетика у меня мама там... Она просто замечательно выглядит и замечательно себя чувствует. И ей 58 лет, она как девочка. Ну, да. Вот. Поэтому я думаю, что... Надо просто об этом думать постоянно. У меня тогда обязательно получится. Думать и делать надо тоже. Ну, какие-то шаги все равно надо предпринимать. Ну, понятно. Ну, в общем, Света поделилась, и ты была в нее страшно. Я была в нее страшно. Нет, ну, вообще, по большому счету, ведь все равно, ты говоришь, фиталистка, все равно в жизни открываются новые ресурсы перед женщиной после того, как она... Рожает ребенка? Абсолютно точно. Абсолютно точно. И я вообще... Я за то, чтобы женщины рожали, я везде это говорю. Когда... Даже когда у них нет, условно, финансовых возможностей содержать ребенка, они обязательно появятся в тот момент, когда появится ребенок. Вот я абсолютно в этом уверена. Это точно так же, как, условно, там... Никогда для меня не является оправданием, что женщина отказалась от ребенка, потому что, условно, ей негде было его содержать, или она родила в 16-м. Мы содержали. Так, все, что... Дорогие друзья, Нателла Крапивина сегодня здесь с нами. Кто только что присоединился к нашей компании. Я хочу напомнить, мы говорим, прервались про концерты Светланы Лободы, ну и, конечно же, за пределами эфира немножко так по-девичьи поболтали о том, что неужели Света не спросила разрешение у продюсера, можно ли родить ребенка? Нет, Светлана не спрашивает разрешение. Это, на самом деле, очень такая судьбоносная штука. Дети, любовь. Поэтому в этом случае мы друг с другом только делимся эмоциями и радостью. Но мы с тобой говорили о том, что когда появляется у любого человека ребенок, появляются новые ресурсы. Ну, я имею в виду про женщины, да? Абсолютно точно, да. И я говорю о том, что женщины должны рожать независимо от своего материального статуса, социального положения. Занятости, как у Лободы. Занятости, абсолютно точно. Женщина, ее единственное и самое важное предназначение – это дать жизнь новому человеку. Поэтому, женщины, рожайте на здоровье, вы будете молодыми, красивыми, и всегда будет тот, кто будет вас любить абсолютно безусловно. Вопрос к тебе, как к Светиному продюсеру. Она не открывает имени мужа. По какой причине она его... Это ее личная жизнь. Она может поступать с ней, как считает нужным. Нет, но это цель ее сохранить, сберечь ее от лишних глаз. Я понятия не имею. Мы со Светланой не обсуждаем ее личные проблемы. То есть она как с продюсером с тобой это не советовалось? Нет, это ее личный выбор, и я его уважаю. Нет, просто бывает такое, что продюсер говорит, ты вот как... То есть ты для продвижения звезды. Да, да, безусловно. Ты только не вздумай, никому не рассказывай. Наверное, у нас немножко искаженное представление о том, что такое продюсер. По крайней мере, у нас со Светой в отношениях. Мы абсолютные партнеры, равноправные совершенно во всех ипостасях и направлениях нашей деятельности. Поэтому, если Светлана принимает какое-то решение, и я понимаю, что это ее личное решение, я как продюсер не буду на нее влиять никогда, потому что это зона, скажем, ее личного комфорта. И я даже не буду озвучивать свои предложения. Ты ей больше, получается, друг, нежели продюсер. Я в первую очередь ее друг, и уже во вторую очередь продюсер. То есть продюсером я стала только потому, что наша дружба и наше, скажем, взаимодействие, оно требовало какого-то объяснения, то есть, скажем, профессионального. Вот, и мы решили, чем я занимаюсь, да, я креатив, я отвечаю за ее, скажем, финансовое благосостояние, отвечаю за огромное количество менеджерских решений, да. Это называется словом продюсер. Хотя глобально я могу сказать, что Света вполне самостоятельная единица и сама себе продюсер. Сделаем небольшую паузу, мы закаливаем, да, а потом продолжим. Давай про кислоту, давай про кислоту поговорим. За одну минуту скажу, как мы съездили в Берлин и показали мой новый, мой первый фильм. Давай, все, окей. И вот сюда еще. Ты знаешь, да, про мой первый фильм? Нет, нет. Ну что, я выступила продюсером своего первого полного метра. Да. Полноценного. И он уже поехал в Берлин. И, собственно, эта фотография, про которую ты говоришь, она была сделана на премьере моего фильма, на который пришла Алла Борисовна. Да ладно, это не постановочная фотография. Нет, это фотография, которая была сделана случайно, и просто Алле Борисовне она очень сильно понравилась. Ах, вот как! Да. Но вот видишь, а мы-то все думали, что это такая новая какая-то креативная. Но так как Алла Борисовна все-таки это, я думаю, что самый креативный и самый up-to-date, как говорится, человек в нашей стране, то, конечно, наверное, она что-то больше смотрела, чем просто красивую фотографию. Наверное, она увидела... Ничего страшного. Тогда хочешь, давай я сама выберу. Лично мне нравится, как это все выглядит даже с точки зрения сегодняшней потребности женщин к самовыражению, к выходу на передний план, к тому, что одна женщина может защищать другую. Очень много. Вот это движение мету, которое набирает обороты, это такая консолидация женщин в пространстве. И, в принципе, моя жизнь сегодня вся посвящена тому, чтобы выводить женщин на передовые позиции. Да, это классная идея. Кстати, сейчас ты вот рассказываешь, это просто спонтанно вспомнила. Значит, на той неделе я читала в новостях, что в Питере открылся клуб, куда запрещено днем ходить мужчинам, потому что женщины говорят, ну, там, о своем одежде, ну, такой феминистик. И туда переодевшись, про мник мужик, для того, чтобы узнать, о чем же там женщины говорят. Ну, ничего интересного. Абсолютно, конечно. Самое обидное, что женщины там не говорили про мужчину. Да, вот же, на самом деле, мне кажется, вот, по-моему, сегодня или вчера я смотрела, да, по-моему, интервью. Пошли? На одну минутку. Кислота? Да. Дорогие друзья, Нателла Крапивина сегодня здесь с нами, и мы говорим про все, в том числе, вот так, что за эфирами Нателла порадовалась премьере своего полного метра, где выступила продюсером. Да, 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 мой первый фильм «Кислота», где я вместе со своим партнером Сабиной Еремеевым, мы сделали очень классное молодое кино, режиссер Александр Горчилин, ученик Кирилла Семеновича Серебренникова, и мы представили этот фильм на Берлинале, и он произвел, ну, фурор у аудитории, было несколько премьер, все они были sold out, и даже сама Жульет Бенош искала два билета, несмотря на то, что была председателем жюри, искала два билета для каких-то своих друзей, которые не могли попасть на премьерный показ. Сашу сразу после этого пригласили в коллегию режиссеров европейскую, да, ассоциацию, европейская ассоциация режиссеров, вот, и права куплены от Японии до Прибалтики. Гениально, я думаю, что знаешь, кто ты? Есть такие эти, не хочу, они определяют аромат, аромат определяют. У тебя с пенюхом чувствуешь талантливых людей, правда? Ну, это, слава богу, у меня есть. О! Да. Смотрим на московские дороги. Яндекс.Пробки говорят, 6 баллов в городе, движение затруднено. Мкат по внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Липецкого улицы, час 22 минуты. Ленинский проспект и Киевское шоссе от улицы Удальцова до Адмирала Корнилова, час 11. Октябрьский проспект от улицы Генерала Кузнецова до Егорьевского шоссе за 51 минуту. Пятницкое шоссе от Барышихи до поселка Светлый город, 38. Мкат по внешне от Насоветинского шоссе до Щелковского шоссе 36 минут в пути проведете. Деньги на почку. Ты что в этом? Его пригласили в коллегию режиссера. Его пригласили в ассоциацию режиссеров европейскую сразу. Он парень из-за невероятно толпы. Это даст ему развитие европейской. То есть на него обратили внимание в Европе. Его кино посмотрели европейские зрители, которые причем приехали из разных городов. Это была не только Германия, это была там Франция и так далее. Что вы сделали с продюсером в данном случае? Вы сначала нашли сценарий. Нашли сценарий, нашли режиссера. Точнее сначала нашли режиссера, потом под него написали сценарий под его идею. Режиссер это все снял, очень талантливо снял. Почему вы именно этого режиссера взяли? Ну это мой партнер Сабина, она давно за ним наблюдала. И она, собственно, начала с ним работать. Сабина занимается именно кино. Сабина абсолютный кинопродюсер. И вот сейчас мы с ней делаем второй проект. Опять же, к слову о том, что я хочу, чтобы женщины рулили всем. Потому что в кино у нас очень патриархальная система. Я хочу ее поломать. Я хочу, чтобы не было мейджоров, которые забирают и все деньги, и в принципе все большие проекты. Я хочу, чтобы женщины обрели такую полноценную ступень и на нее опершись двигались вперед. И поэтому мы сейчас запускаем второе наше кино по книге Карины Добротворской. Это давняя моя история. Два года назад я купила права на это произведение. Карина это президент Конде Наст. Это издательство, которое пускает ВОК, GQ и огромный ряд глянцевых изданий. Это очень серьезный человек в Европе. Она написала книгу о своем петербуржском прошлом, о своих отношениях с культовым человеком в Петербурге Сергеем Добротворским, кинокритика. Мы написали сценарий по этой книге. И в апреле стартуют съемки. Уже даже вчера практически на 100% подтвердили каст. И актрисы, я вам скажу, у нас будут... Кто? Не скажу. Но актрисы первого эшелона. И, возможно, мы откроем новое имя среди актеров Ульша. Поэтому это очень интересная работа. Параллельная работа над полным метром Орел и Решка. А там что снимаете? Мы написали один сценарий, Орел и Решка. Полный метр, прям историю, основанную на приключениях ребят, которые делают этот проект. Но, к сожалению, я так проанализировав, поняла, что... Причем сценаристом выступил Андрей Золотарев, который делал притяжение, который делал лёд. В общем, это уже имя большое. Но я подумала, что это хорошая история для второго или третьего фильма. А первый фильм я хочу сделать весь построенный на монетке. На том, как монетка меняет жизнь. Потому что это может случиться с каждым. Это как раз вопрос фарта, нюха, удачи, чего угодно. Это монетка. И сейчас мы пишем второй сценарий, тоже с очень талантливым сценаристом Катей Тердатовой. Там очень интересная задумка, если получится её развить. И плюс у меня буквально несколько дней назад родилась одна сумасшедшая идея сериала. Я думаю, что если у меня получится её запустить, будет круче. Дорогие друзья, Нателла Крапивина сегодня здесь с нами. Продюсер Орла и Решкин, Светлана Лободы. Мы сегодня ещё поговорим про концерт Аллы Пугачёвой, которой тоже... Нателла, ты являешься режиссёром? Нет, конечно. Продюсером? Нет, нет, я не кем. Мне просто повезло, посчастливилось оказаться на одном фотографии. Да ладно! Действительно, вся Москва пестрит сейчас огромными щитами, где Алла Пугачёва на переднем плане, а на заднем плане никто не знает, кто это женщина. Вы знаете, это удивительная история, на самом деле, потому что я в шутку говорю, что просто когда эта афиша появилась, когда Алла Борисовна только запостила у себя в Инстаграме эту фотографию, я была в это время в Майами, и я проснулась, а у меня в телефоне было, ну, где-то 150 смс со скриншотами. Поздравлениями. Со скриншотами. И, значит, я подумала, что даже если бы я умерла, извините, то столько бы смсок не пришло в мой телефон узнать, ты правда умерла? Вот, то есть это очень смешная история, на самом деле. Ну, она действительно, знаете, в жизни вообще ко всему нужно относиться очень легко, и тогда ты впускаешь в свою жизнь чудо. Потому что, конечно, наверное, я слышала тысячи версий, как я оказалась на, значит, на афише рядом с Аллой Борисовной. Да, скажи, а на самом деле правду это. Нет, просто очень смешно, значит, деньги, да, значит, заплатила, значит, как будто Алле Борисовне можно заплатить, да. Значит, заплатила, значит, режиссирую, продюсирую, значит, лобода договорилась и так далее и тому подобное. Но ни одна из этих версий... Нет, еще, может быть, а зачем? Говорят, что продюсеры, как Иосиф Ригожин, например, есть продюсеры, которые выходят из тьмы, которые выходят и становятся не менее звездными, чем их детище. Я хочу версию настоящую, услышишь, что произошло? Настоящая версия очень простая. Алла Борисовна пришла на премьеру моего фильма «Кислота» в Гоголь-центре, и это фото, это абсолютно спонтанная, случайная фотография. На Аллу Борисовну навалилось огромное количество прессы. И ты действительно стала мне заступать? Я ее стала закрывать руками, насколько это было возможно, и случилась эта фотография. И на самом деле, когда мне позвонили от Аллы Борисовны и попросили разрешить использовать, я подумала, что это шутка. Нателла, ну подождите, ну хорошо, как было сделано фото, мы поняли. Но чтобы это появилось на щите, слушайте, ну если Алла, вы видите, там классно, то фотошоп же есть, лишнее лицо можно убрать, но его же не убрали. Я так и предложила, заблюрьте меня, друзья, вырежьте меня. Но мне сказали, что Алле Борисовне нравится именно такая композиция. И ей нравится, что женщина защищает женщину, что есть вот эта вот попытка закрыть и спрятать от мира. Круто. Мне кажется, что вот, потому что Алла Борисовна всегда отдавала дань концептуальности, и она сама всегда задавала тренды. А мне кажется, все дело в том, что она всегда любила талантливых людей, и то, что сама Нателла Крапивина играет роль ее телохранителя, ей тоже эта фишка понравилась. Это очень прикольно. Сделаем небольшую паузу. Просто, Наталья, очень круто, знаешь, я действительно, там многие мне друзья, у меня мой партнер Лена по Орую и Решке, да, она мне позвонила, она говорит, я сейчас плачу. Она говорит, я просто сижу и плачу, потому что ты на афише с моим кумиром, с человеком, который там, она говорит, как это получилось? Я говорю, Лен, ну тебе же я. Она говорит, ну скажи честно, сколько это стоит? Я говорю, Ленечка, ну ты же меня знаешь. Ну это нисколько не стоит, это просто так случилось. И в это, конечно, сложно. Некоторые люди мне звонили, артисты, говорили, ну что, не зря жизнь прожила. И мне это так было странно, потому что я никогда не думала, что, в принципе, жить стоит ради таких вещей. Потому что у меня никогда не было в жизни кумиров. Я, правда, я не знаю, что это такое. У меня всегда были люди, которых я безумно уважала. И вот перед талантом там вообще могу склонить колени легко, но это не то, что мне нужно. Когда Алла Борисовна со мной, в принципе, разговаривает о чем-то, это для меня имеет огромное значение. Вот это для меня важно. Но об этом не нужно делать сиборды, писать книги и так далее. Не, я правда думала, что ты, например, это самое, режиссируешь ее концерты. Я тоже так думала. Да все так думали, на самом деле. Наверное. А кто на самом деле режиссирует? А кто на самом деле режиссирует? Понятия не имею. Мне кажется, Алла Борисовна сама себе режиссер, мне кажется, всегда. Блин, ну вот как хорошо, что я до нее не дозвонилась в результате. Я же ей сегодня звонила, хотела записать. Она не сняла трубку. Ну, может, перезвонить. Потом я закрутилась. И потом думаю, ну ладно, сейчас с Нателлой встретимся, увидимся. И как раз я думаю, возьму твое разрешение и позвонила. И, знаешь, я балаханулась. Заялла бы сказала, у нас и Наталья Крапивна, мы концерт хотим продвинуть. Она же режиссер. Она бы рассказала. Я думаю, что засмеялась и рассказала бы вам всю ту же самую историю. То есть мы с ней это обсуждали. Мы потом уже, после концерта «Света в Крокусе», мы с ней поговорили об этом. Потому что для меня это, конечно, было очень и лестно, и странно, и так неожиданно. Но когда я еду по городу Москва и вижу, конечно, бигборды, я тут чуть-чуть, конечно, да. Ну, маме приятно, знаете. А мама живет здесь или в Киеве? Мама живет в Киеве, потому что у меня сестра, у сестры трое детей. А, мама, конечно. Ну, да. Ну, вообще жизнь удивительная штука. Я говорю, что это самое важное, чем старшество. Подожди. А вот когда ты работала с Тинкой здесь, на «Самой умной», ты тоже из Киева приезжала? А я с Тиной никогда не работала. На «Самом умном» ты с ней не работала? Мы с ней все дружили. Она приезжала в Украину, снималась, там мы с ней познакомились. Ты знаешь, я просто вспомню, была на программе, и ты была там. Я была, просто приезжала к ней потусить. Я была уверена, что ты была продюсером этой программы. Видите, я же говорю, это круто, конечно. Ты смотри, конечно, что не справится. Я всегда была уверена, и всем я сейчас рассказываю. Клянусь тебе, я сейчас всем... Знаете, почему? Потому что к жизни нужно так и относиться. Как будто ты просто развлекаешься и живешь вот так. Ну, друзья, ну я столько всего нового узнала. Я всю жизнь всем рассказываю. Знаете, продюсера «Орла и решки»? Так вот, я знаю ее еще с тех времен, когда она была продюсером Тининой программы «Самой умной». И только что сейчас Натала Крапивина мне говорит, а я никогда не была продюсером. Я говорю, а мы с тобой там встречались на программе. А я в гости приехала. Нет, я могу, конечно, как же Анна Бадоева сказать сейчас, что я была продюсером и автором программы «Самой умной». Но только зачем? Вот именно. Я не понимаю. Ну, спасибо, что ты мне открыла глаза. Нет, правда, я тебя там увидела. И потом, когда я узнала, что ты сделала такую классную программу, я подумала, все-таки талантливый человек, он даже в 20 лет. Вот как тогда талантлива ты сделала титку. Черт, зря развеяла миф. Вот ничему меня не учат коллеги. Ладно, тогда давай вернемся сейчас и сама. Я тебя за язык не тянула. Жанна Бадоева действительно рассказывает, что это была ее идея самой программы. Как на самом деле было? Ну, дело в том, что просто Жанна, наверное, не совсем точно понимает разницу между, например, идеей сделать программу о путешествии и идеей подбрасывать монетку для того, чтобы решить, у кого 100 долларов и у кого золотая кредитная карта. И, в принципе, история вот этой вот конфликта 100 долларов и карты. Да, богач бедняк, да, это гениально, это принцы нищие. А дальше уже, как создавался формат, я вообще молчу, потому что об этом не знает никто, кроме нашего прекрасного продакшена Teen Spirit. Поэтому я думаю, что я потом, когда уже начала это анализировать, потому что, на самом деле, вот это видеообращение к поклонникам Орла и Решки, я, конечно, записала, находясь в таком эмоциональном, скажем, эмоционально не совсем положительном настроении. Да, потому что мне просто это надоело за 8 лет, я это слышала очень часто, причем мне звонили люди, говорят, слушай, там сказали, этот сказал, тут потом было такое, что я приходила на какие-то встречи, например, и говорили, это человек, который создал, значит, Орел и Решку, продюсер Орла и Решки и так далее, а говорили, в смысле, какая-то же придумал. И называли фамилии, да? Да. И я никогда не реагировала, потому что, ну, какая у меня разница? Важно же, что я знаю, кто я есть. Важно, что ты получаешь зарплату за то, что ты делаешь эту программу. Важно то, что я получаю дивиденды за то, что ты делаешь, а не зарплату, вот, другие зарплаты у меня получают всю жизнь, вот, поэтому я тут в этом смысле, ну, абсолютно точно. Но все-таки? Я вспылила, потому что я подумала, слушайте, друзья, ну, шутки шутками, но у всего же есть какие-то границы, человек, когда приходит на первый канал, да, на такое общественное телевидение, да, это огромная аудитория, ну, почему, собственно, мои ребята, да, мои реальные создатели, там, Лена, Женя, почему кто-то должен присваивать себе их заслуги. Я это, в принципе, еще и сделала, потому что, ну, вот, за ребят хотелось заступиться и сказать, нет, это не так. И, ну, я записала это обращение, сделала это максимально так корректно, вот, хотя на самом деле многие мне задавали вопрос, почему ты не позвонила Жанне и так далее, потому что Жанна не позвонила мне и не спросила. Нателл, у меня, например, будет проект, сейчас выходит новый, я хочу пропиариться, как один из создателей, я бы откорректировала ее формулировку, да, просто помогла бы ей, сказала бы, что не нужно называть себя единолично, да, создатель, скажи, что ты одна из создателей, мы не будем возражать, потому что это действительно правда, что я предложила Жанне, я предложила Жанне сделать проект. И, конечно, Жанна была одним из участников этого проекта с самого начала, если бы она сформулировала таким образом, у меня не было бы ни одной претензии, но Жанна не посчитала, нужно меня набрать, хотя надо отдать должное Жанне, она написала мне и попросила билет на концерт Аллы Борисовны, поэтому, понимаете, кто по-прежнему рулит в нашей стране. Вот по поводу билетов на концерт Аллы Борисовны, ты знаешь, сколько стоят билеты? Знаешь, да, потому что я даже купила несколько билетов для своих друзей. Ты за сколько купила? Боже. А это можно называть? Ну да, там по 300 тысяч есть билеты. Ну да, есть по 300, но я, по-моему, там по 1100 купила. По 100 тысяч купила. Слушай, ну вот мне просто, вот я не понимаю, а пойдут-то ведь люди 60-70 лет на ее концерт? Ну, это же пенсионеры, как они могут купить? Знаете, я думаю, что... Какие разные? Смотрите, я думаю, что, во-первых, 60-70 лет тем, кто будет слушать. Ну и юровистники, и там чуть помоложе. Ну не 30 лет. Я думаю, ну как продюсер, как я считаю, да, что этот проект был выкуплен изначально кем-то, очень умным. Вот. И дальше этот человек уже формировал ценовую политику. Я не думаю, что даже Алла Борисовна имеет к этому там какое-то отношение, да, вот именно к ценообразованию, скажем так, да. Что касается того, кто пойдет на концерт, конечно же, люди, которые живут на пенсию. Подожди, а давай сделаем паузу, песню послушаем, и как раз мы эту тему продолжим. Просто я считаю, что люди, которые, которым там за 50-60, да, им скорее билеты подарят их дети. Это правда. Потому что я, например, дарю своей маме билеты, потому что я знаю, что для нее это важно. Более того, я хочу ребенка своего отвезти, который, конечно же, совершенно все равно на музыку Аллы Борисовны. Вот. Но она сходит, потому что это музыка, на которой росла ее мама. И я хочу, чтобы она посмотрела. Она у тебя здесь живет, в Москве? Она живет в Лондоне сейчас, она учится. А, безгодно. Да, и будет учиться. А где она учится? Она учится сейчас в Шербурне, но она заканчивает там школу и уже переезжает либо в Хартфорд, либо в Довербрук. Мы сейчас выбираем, из двух школ пришло нам приглашение, и мы в марте в конце поедем, посмотрим обе школы и примем решение. Подождите, так это еще школа, а в университет потом она пойдет? Через два года. Ну да. И 16 лет. Вот я считаю, что у них, извини, мы сейчас немножко отвлечемся, но у них очень классная эта система, что в Европе, что в Америке дает детям больше времени. Абсолютно точно. У меня дочка в результате, вот она сейчас на втором курсе учится, вот сейчас мы переводимся. Да. Переводимся на другой факультет МГУ, потому что она не знала, куда ей идти. Когда ей было 18 лет, она сдавала ЕГЭ, она не знала. Она, во-первых, сдавала бешеное количество ЕГЭ, 7 экзаменов, потому что она то на юрфак, то туда, то сюда. Я ее запихнула на журфак. И она талантливая девочка, она много читает, у нее хороший язык, иностранный все. Но она вот пошла сейчас, устроила Старбакс летом, в результате через несколько месяцев уже стала из Борисса старшим менеджером. Круто. И сейчас ее ставят, ну через несколько месяцев она будет сдавать экзамены за управляющую кофемин. У нее бизнес-жилка такая оказалась. Круто. И она мне говорит, мама, я должна на эконом идти. Она в МГУ эконом... И вот я договорилась, чтобы она перевелась на глобальные процессы, потому что там международные отношения, иностранный язык, ну и бизнес все-таки. Ну вот как, человек в 19 лет, у нее сейчас 20 лет, в 19 лет только она сообразила, что... Я абсолютно согласна. Я сообразила, например, кем я хочу стать, где-то на третьем-четвертом курсе института. И бросать уже было поздно, пришлось доучиться на юридическом. А потом уже получать второе образование тоже было поздно, потому что я уже работала, и мне уже было не до этого. Вот, поэтому все свои там недочеты режиссерские, там, продюсерские, конечно, я списываю на то, что у меня нет профильного образования. Хотя я уверена, что этим профессиям не учат глобально. Ну да, это талант. Это, в первую очередь, талант. Дальше ты уже можешь из книжек, например, по режиссуре, ты можешь многому научиться. Ну и опыт. Да, сейчас мы вернемся к теме цены. Ну надо же вообще, стыдуха какая. Ну как же я так не зашла в интернат? А ведь действительно, где же не написано, что ты режиссер? Конечно. Это же просто вот человеческая глупость. По-другому же это не назовешь вообще никак. Нет, ты видишь щиты по Москве. Откуда там можно взять санателла Крапивина, если она не имеет какого-то отношения? Так нет, вы понимаете, что вы знаете, кто такая санателла Крапивина. А люди, которые не знают, кто эта маленькая черная девочка. Конечно, это только свои, Санателла Крапивина. Так вот я поэтому и сказала, что я хотела с этого начать программу, а боится кто у вас на счета. А вот Пугачевой, она так хорошо отнеслась к Свете, не понравилась. А когда Света была никому неизвестна, ей же никто не помогло. Алла Борисовна всегда выделяла Свету и всегда помогала ей, и всегда приглашала ее на свои рождественские встречи. Приглашала ее на фестиваль Краймия Мюзик Фест, тогда еще в Крыму проходил фестиваль очень крупный. И тогда у нас вообще, то есть мы, я помню, как Филип Бедросович зашел к нам после нашего выступления в рамках этого Краймия Мюзик Фест с песней «40 раз» и пригласил нас сразу от лица Аллы Борисовны на рождественские встречи. То есть Алла Борисовна, там еще у них со Света есть очень одна смешная история, но это как-то, может, Света даже сама расскажет в эфире, потому что это была действительно очень клевая история. Расскажешь в эфире. Сейчас про билеты, потом эту клевую историю. Ладно? Я вообще считаю, что Алла Борисовна настолько дальновидной, и вот то, что ты называешь «нюхачом», вот это в ней есть, потому что она в свете тогда увидела то, что потом увидела я. Тогда, когда никто еще этого не видел. Это некую такую глубину, из которой можно, там, условно, вытягивать ниточку за ниточкой и создавать какое-то полотно. Она это увидела тогда. Но это была дико смешная история. Сейчас расскажешь в эфире. Обязательно. А у меня, я потом спрашиваю, чтобы Стаса это говорит, а у меня, Дашка, мы говорим с эфиром. И единственное, у меня был такой вот в прошлом году, этот самый, этот, эту стиму, она влюблена в программу, но у меня вообще в себе. До сих пор. У меня маленькая, только вот, младше, полтора года она не смотрит. А так, что Дарья, что Пашка, что Санька, все смотрят, значит, это, про его «Орла и Орешку» и «Назума». Вот, она тоже обязательно сейчас про «Орла и Орешку» и «Закулизит» говорит. И она мне, когда мне жир-хак, говорит, мама, мне так не нравится жир-хак, дурацкий, все, не хочу. Я говорю, Даш, ну вот у меня была, я говорю, когда вы были в «Слепотессе», я говорю, у меня была продюсер «Орла и Орешки», я говорю, вот они придут в следующий раз, я говорю, ты запишешь видео, я на «Отеле» покажу. И она реально вот тогда похудела на 17-х годах. Да? Она так мечтала, да, поехать и попасть вот в кастинг, чтобы ездить. Она очень любит путешествовать, и, понятно, что там у вас всякие, вот, но она очень любит Европу. И она вот, это был стим. Так она сделала, она записала видео? Не записала она ничего, она слово потом поправила. Вот, но вот это был стим. Я, конечно, не афишилась, потому что она... А, а почему у нее нет? Я, ты знаешь, в принципе, генетика, во-вторых, любит поесть, потом инцелинная резистентность, ну, там вот, эндоклиновых следит за ней, там все это, она может похудеть, ни силы воли, ни нету, все это. У меня, конечно, дочка очень целеустремленная, она вот, она в лозы не набирает чуть-чуть, да, потому что там еда другая, и они все время учатся, стрессы, нет? Вот, но приезжает, прям, я смотрю, каждый день беговая дорожка, все приходит. Вот такая целеустремленная. Нет, она не это, может быть, потому что у нее слишком большой вес, не надо хотя бы килограмм 20 скинуть, потом уже пойдет легче. Но вы сейчас смотрите в процессе. Но сейчас очень много способов, как это сделать наименее болезненно, скажем так. И очень важно просто, мне кажется, чтобы рядом был человек, которому ты доверяешь. В этом смысле, да, там, скуши диетолога. Да, да, да. Код 499. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Наталла Крапивина, лже-режиссер концерта... Лже-продюсер. Нет, лже-режиссер концерта Аллы Пугачевой, но выдающийся продюсер. Такого, 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 так меня еще никто не называл. Только в эфире русского радио, по блату, знаете. Ну, я не знаю, почему так произошло. Ну, потому что все думают, что ты режиссер этого концерта. А на самом деле ты не режиссер, ты просто друг семьи. Да нет, я даже не друг семьи, друзья. Это слишком большая честь для меня. Хорошо. Просто так, это все, вы знаете, ничто не случайно. Просто ты уважаемый продюсер. И Алла Борисовна к тебе хорошо относится. Я просто случайный эпизод. Ладно, случайный эпизод. На очень удачный случайный эпизод. Ты очень скромный человек, и это правда очень дорого. Это необыкновенно дорого, тем более в шоу-бизнесе, тем более, когда давно в шоу-бизнесе. Но мы говорили про другую дороговизму. Да, мы говорили про билеты, и вот зашел разговор о том, что пойдут взрослые люди, а на что же им покупать, собственно, билеты? Я считаю, что взрослым людям, кому за 60, уже должны билеты подарить дети Потому что я, например, своей маме купила два билета И я считаю, что это прям очень классный подарок Потому что, ну, я вообще считаю, что это не нужно воспринимать как концерт Это нужно воспринимать как диалог с легендой Для меня это так Но ты сама-то пойдешь на этот концерт? Обязательно, даже не обсуждается Два билета ты купила для мамы, а тебе Алла Борисовна подарила Ну хорошо, ну ладно, мы тогда все-таки, наверное, с ней самой поговорим накануне про ее концерт А с тобой мы поговорим про твои дела и Орел и Решка Не забудьте сказать, Алле Борисовне, что благодаря ей теперь меня называют лже-продюсером Лже-режиссер, я сказала Лже-режиссер, хорошо Большая разница, большая Ну ладно, забудьте все, сделайте монтаж, Джонни Про режиссера не знаем, но Крапивина настоящая Да, Нателла Орел и Решка, за кулисье Почему всегда золотая карта достается тому, у кого вот несколько секунд назад был рюкзак Это как понять? Ну это так, вот они стоят у одного рюкзака, типа он нищеброд А второй стоит и говорит, я хочу, да как бы не так И вдруг они подбрасывают, и вот этот момент передачи рюкзака всегда в кадре Боже, ну это такие То есть все запланировано? Нет, 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 у нас Я рассказывала когда-то историю про одного из наших ведущих, который подделал монетку И ему на протяжении пяти или шести выпусков выпадало там Орел или что там Ну естественно, Орел Вот, и ему выпадало И когда редакторы На его монетке два орла было, что ли? Да, и когда редакторы обновим подменили монетку И когда редакторы это обнаружили, они были в шоке То есть они даже не знали, что с этой наглостью делать Поэтому Это кто был? Я не могу сказать Ну это будет Ну это уже Это правда, этот человек еще ведет программу До сих пор Твою? Я знаю, кто это был Я знаю, как его Видите, как у нас можно вот так вот и все равно остаться ведущим Подождите, нет Нам пора прерваться иначе Или не выгодила? Ну потому что, спустите, ну это же нахочет Это же почти Остап Бендер Я такое люблю Ну что это такой? А, вот жулика Нахал, он был у меня в эфире У нас полторы минуты Полторы минуты Что самое главное нам надо? Давай, что-нибудь самое главное Ну, давайте скажем о том, что Боже, а что же у нас самое главное? А, ну американский тур Лободы Выход нового трека очень скоро Выход нового EP И, в общем, уже осенью концерты по России Хорошо, это все мы сейчас быстро скажем За, в принципе, мы все это видели Повторим Все быстро скажем за 15 секунд Ну, пожалуйста, тогда вот это вот Как они живут в дорогих гостиницах? А, про Армайрешку? Да вообще не вопрос Да Правда, я ничего об этом не знаю Ну ладно Серьезно, я же не езжу на съемку Но все равно, ты же знаешь Ну, я знаю, да Я знаю приблизительно, как это все делается Нет, но они живут в одинаковых условиях или действительно? Нет, ну и, смотрите, программа снимается, условно, двое суток Да Вот этот уикенд, это же сериалити Да Они живут так, как им выпала монетка Дальше, когда у них дни отдыха Да Переезда, конечно, они на равных условиях То есть просто не нужно забывать, что есть съемочные дни Но между съемочными днями есть еще дни То есть вот этот шикарный номер или этот хостел Это там, где они реально спят Конечно, нам важны... Почему у Орла и Решки такая популярность? Потому что Орел и Решка это все аутентично и по-настоящему Ну, конечно, в большинстве случаев Я сейчас не могу сказать за 100% Чтобы, опять же, потом кто-то найдет там, что вот где-то, может быть где-то в Мозамбике Мы не оставили, извините, в хостеле нашего ведущего И забрали его спать в отель Я не могу сказать Потому что Лена говорит, что мы были в таких местах Или когда мы были в Кабуле, допустим, да Это же страшно А когда они сейчас были в Северной Корее, извините, программу, которую нам запретили выйти в эфир Почему? Запретила посольство Северной Кореи А что ты сейчас? Потому что мы рассказали такие вещи, которые мы не имеем права рассказать По-моему, и удалили даже с Ютуба Врать не буду, но, по-моему, даже с Ютуба удалили А как они могут удалиться с Ютуба? Заставили удалить А сейчас удалили, по-моему, сегодня программу Собчак и Матильда Шнурова По просьбе Шнурова Да, по просьбе Шнурова? Удалили? Да, Собчак сегодня утром сделала пост Словно, если тебя упоминают на Ютубе кто-то, и тебе кажется, что в этом содержится Хотя в данном ключе не было никаких Хорошо, оскорление Ты можешь обратиться непосредственно к Ютубу Просто в поддержку? Да, в поддержку Ютуба, Гугл и тебя Да Могут заблокировать контент Прекрасно Поэтому То есть корейцы Да, они дали нам выпустить программу в эфир Хорошо, а как они могли запретить? Ну хорошо, на Ютубе они, допустим, могли Я бы хотела сказать вот, что про Орел и Решку сейчас Вот именно в эфире, если можно Потому что у меня новые ведущие Двое ребят очень молодых Но на мой взгляд очень талантливые Да Я бы хотела, чтобы люди Сегодня очень много разговоров ведется о том, что Программа все время меняется И постоянно новые лица Иногда бывает тяжело Но если бы мы не меняли ведущего Это очень важный момент Программа не была бы такой живущей Я согласна Я тоже так И во-первых, во-вторых, во-вторых, во-вторых Дорогие друзья Мы с Анатой Крапивиной сейчас за пределами эфира говорили про Орла и Решку И как раз коснулись темы постоянной смены ведущих Сейчас опять новые ведущие будут Да, у нас новые ведущие, мальчик и девочка На мой взгляд, очень талантливые Очень талантливые Они ведут сейчас сезон мегаполис Большие города И два молодых, совсем юных человека Они самые молодые в истории Орла и Решки И мы немного изменили формат Который, может быть, нашим зрителям сегодня покажется Чуть более насыщенным Чуть более энергичным, как для телевизора Потому что мы привнесли в него немножко блоговости Потому что мы считаем, что так как Ютуб сегодня правит всем Программа у нас молодая Мы должны следовать трендам Или создавать что-то новое Но вы делаете новых ведущих Потому что старые уже устают И говорят, что я вообще не могу И потому что жизнь в программе Орел и Решка Должна бить всегда ключом Если вдруг в глазах ведущего Зритель видит усталость Он больше ему не верит Усталость мы можем видеть в глазах Только того бедолаги Который провел уикенд на 100 баксов Вот это единственное А все остальное должно быть очень живо Мне нравится, что эти ребята Я очень прошу зрителей Вот прям Знаете, как это бывает в телевизоре Всегда четыре первые программы ругают Это было со всеми Ну конечно С Жанной, с Ивлеевой, с Региной, с Лессией И так далее Первые четыре программы Все, проект закончился Потом нет Оказывается Поэтому, ребятки Надо чуть терпения Дать людям раскрыться Почувствовать Вам к ним привыкнуть И Пойти дальше Спасибо большое Нателла Копивина Сегодня была с нами Нателла, приходи почаще Ты классный собеседник Тебе спасибо большое Вечернее шоу Аллы Довлатовой На русском радио